Иван Иванович за то, что он хороший материал выкладывал, и было интересно, когда Юрий Николаевич задал вопрос насчет, может ли пастор принимать самостоятельное решение. Но оказалось, что у нас в уставе, что это противоречит Библии, так что? Нет, не может. Но в общем, в любом случае, она в свете. Я вам благодарю, что как пастори скажет, так не будет. Но в любом случае, да, вот то, что мы слышали, вот это выкладание там, оно на нас влияет, это первое дело суда. Так, друзья, у вас есть запытания из зала? Че спикеры сами будут блоковаться, а мы будем просто спостерегать их? Думаешь? Ну, может быть, это будет запитание от меня, до всех пасториков, кроме Алексея Ивановича. Вы тоже слышали про эти засоби, методы впливу. Какие из них вы используете? И что вы похожите с тем, что вы сказали Алексею Ивановичу? Погучу, если я с Алексеем Ивановичем. Погучу, да. Да, я его, да, я люблю. И в свое время, когда я работал с Алексеем Ивановичем, он на меня произвел большое влияние, скажем так, да. Тот, кем я стал, это, ну, скажем, я называю его одним из моих наставников. То, что я видел, как там правильно организовываются административные решения вопросов. Вообще, любое администрирование в организации, это первое, у кого я учился – Алексея Ивановича. Поэтому, когда я потом стал руководителем уже в России, мне пришлось многое, многое вспоминать и учиться. Поэтому стиль руководства, подход, конечно, редко можно найти такого, ну, сильного руководителя, который бы не, как, не использовал какие-то авторитарные методы. Да, тут уж попробуй найди такого милого и добренького. Я тоже использовал больше и меньше какие-то методы, когда я просто принимал решения самостоятельно и до сих пор что-то делаю так. Да, ну, учусь, как это делать правильно, какие методы я использую, тоже разные методы использую. И, как это, вот, когда финансы, то есть, когда финансы проходят, какое влияние? Как это правильно сказать? То есть, если людям на зарплате, да, то есть, это уже, собственно, влияние. Ну, сильное влияние. Я надеюсь и хочу быть лидером, который, ну, ну, который слушает или там, когда я могу влиять, только потому что, ну, за мои тогда, качества, что, допустим, я. За мою христианство, за мою, там, любовь к Богу. Вот к этому стремлюсь. Ну, используя разные методы, вот так, наверное. И, кстати, я Алексея Ивановича так лично никогда не знал, не сталкивались мы с ним, но я наблюдал его работу. Я строитель, и когда видел, как ДХУ воздвигалось, когда там происходили вот эти хорошие изменения, и, вы знаете, вот, когда сейчас я смотрю на Алексея Ивановича, он совсем по-другому смотрится. Вот я сравнил вот как воспитание родителей и воспитание дедушек и бабушек. Вот у Алексея Ивановича большой опыт, опыт в руководстве очень и в лидерстве. Огромный вот он лидер с большой буквы. Но вот эти качества, которые он нам предавал в эти дни, уже, мне кажется, такие качества, как больше дедушки подходят. Вот с любовью, с такой нежностью, с такой заботой. Спасибо большое. Я просто эти дни провел, ну, я счастлив. И, вы знаете, служение, служение тогда, когда за тобой люди, это ответственное служение. И от лидера очень многое зависит вообще, в каком настроении лидер приходит в церковь. Влияет нас на все общество. Поэтому для меня, для меня это большое воскресенье, и пусть Бог воскресенье. Вот, конечно, вы знаете, что мы слышали, вот это, поменять свою жизнь в своем служении. Всем надо отвечать, да? Изображаем, изображаем. Хорошо. Хорошо, я скажу, что я помню, когда я учился в ДХО, вот, я помню, знаете, очень хорошо, тот день, тот момент, тот предмет, когда Алексей Иванович говорил, вот, о, по-моему, духовном формировании человека. У нас была там группа, и он там рассказывал, и он, по-моему, рассказывал, когда этот пророк Еремия приходит до горшечника, и там уже горшечник, он делает все, что хочет. Наверное, знаете, для меня это было... Почему я это запомню? Потому что в то время меня Бог формировал, вот, в разных аспектах моей жизни. Формировал меня в моем характере и формировал меня в служении. Потому что я там тогда начинал заниматься организацией новой церкви. И вот, я скажу, что для меня, Алексей Иванович, вот, знаете, ну, я вам скажу, что было такое в жизни большое благословение, и сейчас, и сейчас. И вот, спасибо, Алексей Иванович. От души так спасибо. Я думал, что вы пришли на вопросы. Хорошо, я хочу продолжить. И вы знаете, я скажу вот такую вещь одну, что, ну, что, знаете, я вижу ценное такое, ну, в своем служении, это команда. Это когда, знаете, в церкви есть, знаете, вот, дух семьи, когда в церкви есть команда, и ты понимаешь, что ты не сам. Ты не сам все гребешь, ты не сам все делаешь, но рядом возле тебя люди, братья и сестры, с которыми ты, вот, делаешь, уже делаешь. Когда, знаете, я беру, смотрю на семью, знаете, бывает, когда люди сходят совместе для совместной жизни, они начинают почему-то перевоспитывать друг друга. Вот это проблема ее там перевоспитания друг друга. Я вижу, что, вот, и в семейной жизни, знаете, мы с Катей, вот, и наши дети, знаете, формировались вот так вот вместе. Я помню, когда у нас было в сватовство Марины нашей дочери, одной из дочерей наших, то, когда пришли сваты, вот, началось это общение, и мои дети себя вели так, мне просто было стыдно. Как, думаю, мои дети так могут себя вести? Так по-доброму они себя вели, они дискутировали, общались, понимаете, вопросы задавали. А сваты, знаете, они такие вопросы подкидывали, чтобы, знаете, больше и больше узнать, что вообще это за семья. Ну, знаете, просто, можно сказать, все ходуном ходило, вот где-то так вот. И когда, знаете, закончилось сватовство, подходят, знаете, сваты и говорят, вы знаете, какая у вас хорошая семья? Я говорю, а почему? Потому что ваши дети имеют право на мнение. Они могут при вас разговаривать все, что они там думают, высказывать свои мысли. А в нашей семье, говорит, нельзя было ни слова сказать. Поэтому для меня, знаете, хороший стиль — это когда ты вместе с командой, вместе с семьей не перевоспитываешь, а просто идешь, и вместе трудишься, и учишься, и так далее. Спасибо. Ну, я буду стараться переводить уже эту тему. Кстати, по поводу решений, которые принимает пастор. Одно из самых таких закрытых служений, о которых я стараюсь вообще не говорить, это служение тем людям, которые находятся с той стороны, на захваченной территории. И вы не представляете, или нет, некоторые из вас не представляют, что они переживают. Вы хорошо представляете. Но я все время задаю одни и те же вопросы. И те, с кем мы встречаемся, как голос мучеников, и с теми, с кем мы соприкасаемся, о решениях, которые вы должны принимать. И меня поражает, допустим, Миша Борисов. Он говорит, ты знаешь, ты остаешься, когда вот такой кризис, когда война, когда захват, ты остаешься абсолютно один на один с решениями сложными, с жуткими решениями, которые должны принимать. Они начинаются хотя бы с того, что у тебя десять пакетиков лекарства детского и двадцать детей. И ты должен дать десятерым, а десятерым не должен дать. У тебя есть двадцать хлебов, а сто человек ты должен двадцати дать, а восемьдесят не дать. И ты начинаешь принимать неудобные, сложные, жуткие решения, которые, может быть, большинство не оценит. И поэтому тут очень важно, когда мы принимаем, есть такое слово, которое, наверное, нельзя перевести – integrity. Вот это вот состояние пастора, его сущность, его отношение с Богом, когда он принимает решения. Конечно, когда мы принимаем решения, сложные решения, это потрясающе, когда мы принимаем церковь. И я рад и благодарен Богу то, что брат Александр говорил, ну, команда – это грандиозно. Но бывают такие моменты, сложные моменты, особенно моменты кризиса и войны, когда пастор остаётся абсолютно один, и ему нужно принимать решения. Это моменты кризиса в церкви, большого кризиса, и бывают такие моменты кризиса войны, моменты духовного кризиса. Поэтому, ну, вот я хотел бы положить начало этой теме. Братья, что вы делаете в момент кризиса? Как вы? Да, пожалуйста. Да, я ещё проясню, почему у нас в уставе написано то, что я говорил, да, что первые пять лет. Конечно, этот устав мы взяли в одной христианской организации из другой страны, которую сейчас не принято назвать, да, которая тоже сотрудничает с Альянсом. И там просто они разработали, что вот первые пять лет. В чём суть? Вот сейчас у нас основывается новая церковь в одном из городов Киевской области. И вот один из парней, мы встречались, хочет войти в совет, то есть хочет войти в команду вот так. И он говорит, мы сразу будем решать, что мы дальше будем делать. Я говорю, нет, 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 если ты входишь в команду, вот уже есть служитель, который приехал и которого там мы как ассоциативно наставляем, и ты вливаешься в команду. Ты не будешь там судить или идти, а будем мы миссионерской церковью заниматься, не будем. А будем мы то делать. То есть можно погрязнуть сразу в разборках, особенно и чаще всего, когда люди пришли из разных церквей, из разных историй, из разных граммов. Ну, наша такая не очень хорошая история, это вот начало первой церкви в Киеве. Вот тоже самое. Люди из разных церквей тоже мы пытались давать эти советы. И все наши советы проходили в разборках, в разборках, в разборках. Я думал, что они поймут, я думал, что это как-то прийдёт к чему-то там положительному. Мы потратили кучу времени и, примерно, никуда не сдвинулись, и так всё закончилось. Закончилось всё плохо, вот так скажем. Церкви больше нет. Мы потом начали уже другую церковь. Потому что кто-то пришёл из Свободных Ивановских церквей, кто-то из одной церкви, из третьей, четвёртой. А у нас было по-другому. А почему мы будем заниматься миссией? А почему мы, что самое гордое, что мы называем себе миссионерская церковь? И потом нам пришлось сказать, друзья, вот мы с Майклом, мы сотрудничаем с Альянсом, и мы сразу сюда приехали для этого. Поэтому, друзья, простите, но вот будет вот так вот. Мы будем создавать такую церковь. Если вы с нами, давайте двигаться. Ну и, в общем, короче, получилось, что они все ушли. И ради того, чтобы не тратить время на пустое, вот мы уже тогда говорили, просто приняли решение. Первые годы, пока церковь формируется. И правильно Алексей Иванович говорит, что нужно учить. Через какое-то время вы будете принимать решение. На вашу ответственность. Вы думаете, например, первые годы мы даже от церкви не отлучаем. Но они ещё толком не поняли, куда они попали. И что такое церковь? От чего их отлучили? И кто ещё не понял? То есть, они ещё и не поняли себя, или не приняли частью церкви, и их уже отлучили от чего-то. Ну вот, то есть, вот это обучение, этот процесс, и должен привести вот такой правильный библейский принцип, и библейское руководство, как говорил Алексей Иванович. Ну вот просто мы в процессе. Поэтому мы написали это вот так. Просто поясняю. Я хочу показать пример из своего опыта. Когда я пришёл, избрали меня пастором в одну церковь, это Таринск, бывший Дзержинск, там было где-то 70-80. В основном это были люди 60+, молодёжи не было, подростков не было, и никому ничего не нужно было. Прийти на служение, кинуть 20 копеек в тарелку, и считалось, что ты выполнил миссию Христа. И когда мы начали там проводить вот эту мобилизацию, я сталкивался, ну мне было очень сложно найти людей, чтобы это делать. И ещё плюс к этому, на тот момент, когда я пошёл к нам из Северматической Церкви, пришла хорошая такая группа людей с пророчествами, с сильными языками, и ну был такой венилет всего этого. И семь сестёр проповедовала в Церкви. Вот они претендовали, что они имеют право проповедовать Духа Святого и всё прочее. И я долго-долго не знал, как мне, с какой стороны подойти, потому что там, как только я начинал поднимать вопрос какой-то, сразу же все, ну ты что, это такие люди, отдалённые там, всё. И я понял одну вещь, что, чтобы спасти ситуацию, нужно действовать как капитан на корабле. Когда в буре приходится принимать решение самому, ну лично самому, без озирания, без согласовывания, да, и наводить порядки. Я там в служении пастором пробыл 11 лет, и когда я уходил, то в этой церкви было 40 человек молодёжи. Вот Бог Богосоюз, команда образовалась, и всё стало хорошо. Поэтому, знаете, ну всякие ситуации бывают. Очень хорошо, когда есть команда, очень хорошо, когда есть лидеры, когда есть согласие, когда есть единство, это замечательно. Но бывают такие моменты, что надо спасать. Ну я скажу только один кризис в жизни Бостова Петра, когда ему пришли и сказали, что тебя зовёт этот, ну в дом Корнили. Он не мог посоветоваться с апостолами, но у него были, знаете, у Петра выстроены отношения с Богом, с Духом Святым. Я верю, что когда, знаете, ну в нашей жизни появляется какой-то кризис, и когда нужно принимать решение, то здесь выстраивается отношение наше с Духом Святым, то есть Дух Святой нам говорит, нашему сердцу, что нам нужно делать. То есть есть ситуация определённая, ситуация может быть лёгкая, бывает сложная, либо это нужно кому-то помочь, вот, решить без церкви даже, решить без братского совета. Вот ты просто понимаешь, что тебе нужно сейчас принять решение, и теперь уже это делаешь. В моей жизни таких примеров очень много. Когда я принимал решение, скажу, что не советовался ни с кем, но я понимал, что меня к этому зовёт Дух Святой. И когда я это делал, я видел хороший результат. Мой один друг говорит важную вещь. Он говорит, когда у пастора в голове туман, у ширина церкви в голове пурга. Это основополагающее понимание вопроса кризиса. Тут всё зависит от нас, пасторов, служителей, какое у нас видение и понимание того, что происходит, что мы хотим сделать. Люди голосуют ногами. Я в этом уверен. Люди уходят, люди начинают действовать, когда не действует пастор. Поэтому очень важно понимать, особенно обращаясь к пасторам, к чему мы идём, куда мы идём, для чего мы идём. И не искать в этих вопросах раннего, а работать в этой сфере. Когда мы начинали церковь в Скинию, мой пастор, Федор Константинович Розуславов, у нас была такая ситуация. Одна женщина упала в блуд, но это было... Она не собиралась каяться, она ушла из церкви, она... Всё это... Там было однозначно всё. И он спрашивает у членского, молодого членского собрания, в котором все духовные дети, ну что будем делать? И у нас такая бабушка Адель Вячеславовна говорит, давайте простим, это же любовь. Ах, я дословно. И мы сделали тогда... Отложили эту тему, провели разбор. И она... Женщина не хотела дальше каяться, и ничего не хотела менять, мы её отлучили. Это воспитание церкви. Друзья, для того, чтобы была сильная команда, для того, чтобы принимались мощные решения, для того, чтобы принимались решения все вместе, и это были зрелые решения, давайте, то нужно проводить огромный труд по воспитанию церкви, воспитанию команды. И вот с этого всё, с этого всё начинается. Это должны быть зрелые люди, и зрелые люди будут принимать зрелые решения. Зрелые люди откуда-то не берутся. Это утомительный, дикий, тяжёлый, тяжелейший труд служителя. Поэтому, братья, те, кто постарал, вперёд, и у вас будут трудиться, и у вас всё будет хорошо. Для помню ещё... Если можно, только невеличкую марку. Ну, звичайно, если зібрались те люди, кто приехал из того села, кто приехал из того, кто в той пастор учил, а в Зарфине никто не учил, и вы там зібрали их и скажем, «Всё, пойдём зараз, приймём решение, пойдём вместе заниматься». Ну, оно так не працюет. Как раз мы сейчас слышали, как Олег сказал, что это всё источный процесс. Вот. Если вырастает, приходит миссионер, он ещё не... В него нет членового зібрания, что приходит миссионер, он навчает. Вот. Люди проводят години и години часу, задают питание, зростают в мир, зростают благодать. И потом они в Едности Духа могут уже формовать команду, которые могут идти дальше, когда они взросли, когда они учились. А, конечно, если набрать из разных церков, какую-то группу, то, как написано, «Чи пойдут двоим, змовившись?» Тоді треба систи, написать свои воровчения, написать свои принципы, сказать, мы не на цих принципах погоджуемся работать, или не на цих. А не просто, что «почали-почали», а потом решение принимать. О, а выясняется, что один по другому статуту, а другой по другому. Я про это не говорил. Когда я говорил про все эти принципы, как принимать решения, как увеличить команду, я не говорил про какие-то катаклизмы. И вот я говорил про истотное зростание людей в вире. Спасибо. Я помню, когда еще был пастором там, в той стране, и помню, что один человек был у нас такой бывший спецназовец, и он периодически, ну точнее, он пришел в церковь, покаялся, говорил, стал пить, а потом начал возвратиться, стал спить, потом стал сильно пить, и жену бьет, и всех соседей бьет, и родителей бьет. В общем, ну такой крепкий, да, по крепче мне. И я поставил вопрос на голосование в церкви. Ну тоже, все обращенные, все измены. Нужно отлучить этого, его тоже Сергея звали, за то, что он там опять напился, всех побил, вот, ну как это так вот. И вот знаете, что произошло? Я был за, чтобы отлучить, а вся церковь против. Вся церковь была против. И мы не отлучили. Я сказал, хорошо, я соглашаюсь с церковью. Ну потом, прошло время, все равно, дальше упал, и потом все-таки согласились, что нам надо отлучать. Но в любом случае, это было сложно очень. Я к чему говорю? Мы, практически все церкви, все служители, сейчас находимся в том самом режиме кризиса, когда Олег говорит. и мы принимаем решение, и самостина там, и молимся, что Бог открыл, как Александр Сергеевич говорит. Все верно. Но, и я тоже понимаю, что вот в этой, вот это, скажем, возможность, перерастать в привычку, принимать какие-то решения уже самостоятельные, и поэтому мы пригласили Алексея Ивановича, что мы хотим служить с человеком со стороны, как это правильно, потому что мы можем этим увлечься, и вообще так, пошли и пошли. Поэтому, спасибо вам огромное, за то, что вы учите, как оно должно быть, да, а мы, да, где мы находимся, да. Так что, пытаемся сравнивать, и пытаемся учиться. Спасибо. Друзья, у нас есть вопросы, можно на второй, на этот зал? У нас есть вопросы. У вас есть вопросы. Какие книги вы на это знаете? превышали на вас вседано? Это вопросы для каждого пастора? Да, для каждого. Понятно, мне это, например, Например, это очень тяжело визначити, потому что это зависит от какого-то периода жизни. В каждый период жизни какие-то другие книги впливают. Я не могу сказать, что одно все життя, только эти две. Потому что, кроме Библии, все книги все равно фрагментарные, все равно только отдельные детали. Например, я никому не предлагаю, скажем, ученям очмана, но это была первая книга «Нормальное життя христианина», которая попала моему молодому христианину в руки. И я хоть что-то системно читал про благодать Божию, потому что, на превеликий жаль, в наших церквах не проповедовалась благодать. Поэтому, например, в тот период жизни даже такая книга вплинула больше всего на меня. Например, в среднем части моего життя – это книги Тозера. Я не знаю, кому-то приходилось их читать. Это дивовижный христианин, который не закончил ни один вуз, и его признают все богослови святы. Вот он просто самоучкою навчался и Господа глубоко признал. А? Из Альянса? Ну вот, бачите, я в правильное место попал. Правильного брата, походу. Но я тоже могу сказать, что книги влияют каждый в свой период. Например, в какой-то момент на меня невероятно повлияла книга Филиппа Янси, что удивительно в благодати. Невероятно. Сейчас бы, ну, я вижу погаданный долик в этой книге, но в то же самое время, друзья, для меня это было потрясающе. Хотите расти – читайте Льюиса. Ну… «Клайф Льюис» – это что-то необыкновенное. Хотите расти – это… каждая книга – это классика. Ну, каждый период жизни – своя книга, каждый период. Вот сейчас для меня очень дорог Келлер. Особенно дорог Тимоти Келлер. Он уже ушел, но продолжает учить. Друзья, ну… Я, кто скажет, в свете молодь, на Келлера мы зараз все приселы. Я согласен с братьями, что каждый период жизни, вот, знаете, Бог дает что-то читать, то, что, знаете, оно будет полезно, получительно, и от этого испытываешь благосовение. То есть был такой период, когда я учился в Донецком христианском университете, и там были книги, те, которые нам задавали. Ну, кроме, знаете, тех книг, которые нам задавали, вот, на разные предметы, были книги о миссиологии, там были книги, там, там, духовное формирование. Но, когда я приходил в библиотеку, вот, там было очень много книг, то Бог обращал мое внимание на те книги, которые помогали мне формироваться в характере и в отношениях с людьми. И это сильно помогало мне любить людей, прощать людей, служить людям и так далее. Вот, потом, когда я поступил учиться в Реалис, вот, он был в Киеве, это семинария, вот, там были тоже книги, много книг, которые я читал, как быть хорошим руководителем. Ну, не скажу, что я стал хорошим руководителем, я нахожусь в процессе, но на тот период, знаете, я перечитал очень много книг и по миссиологии и так далее. Вот, и сейчас, сейчас, вот, также, были такие книги, как Вэри Краба, вот, не помню, как ее название даже, потом, вот, этот, Клай Юлис, вот, сейчас считаю, вот, то, что Олег, вот, дал, это пастори душеповещения. Опасное призвание, опасное призвание, я никак еще не начну читать. Я начал читать, но она мне сразу, это, ну, скажу, что не понравилась тем, что я, она мне не понравилась, эта книга. Не, не то, что не понравилась, но она, знаете, начала переворачивать меня внутри, я ее решил отложить. Поэтому никак не, никак не дойдут руки до нее. Может быть, вы удивитесь, это самое большое впечатление в моей жизни. На меня произвела книга в мои годы юности, или подросткового периода. Эта книга назвалась «По вадыкин счастье потеряны жизнью». Да, это, это, как раз, были годы становления меня как христианина. И читал Евангелие с восьми лет. И Евангелие с восьми летом, когда в те советские годы, литературы никакой не было, а я был страшно любитель читать. Я и сейчас, если попадется в мне в руки хорошая книга, художественная, то вечером могу ее на себе читать, и до утра буду читать. Поэтому я эти книги художественные все на расстоянии держу. Так вот, представши эту книгу и захотелось стать таким героем, как Павел Вадыкин. И я помню, даже когда в конце 90-х годов я приехал в посольство, чтобы получить статус беженца, а в Америку выехать. И они задали вопрос, а не боится ли, что за веру восьмиды тебе посадят? Я говорю, да нет, конечно, я всю жизнь мечтал попасть в тюрьму. Они думают, почему так? Ну, начиналось вот эти книги Павла Вадыкин, там, да, с оттокового. Мне статус беженца дали буквально через пять минут после этой фразы. Так я не улетел. Ну, скажу, я много книг прочитал, да, и когда учился в семинаре, я читал книги. Но для меня самая читаемая книга на сегодня является Библия. И я живу, хотя иногда попадаются какие-то книжонки, но почему-то у меня не хватает на них времени, честно скажу. Но Библия – это шедевр в моей жизни. Выездить дома, не почитавши Библию, это для меня сегодня вступление. Я сейчас командой обучаюсь на Капеллана, хотя им не являюсь, можно сказать так. Но книги, которые я читаю, они как бы подтверждают, что я иду правильно. Вот, ну, например, когда человек имеет какую-то травму, вот, но вы эту травму не пережили, то вы не можете говорить человеку «я тебя понимаю». Потому что вы его не понимаете, если он, если вы не пережили такую подобную травму. Вот. Или, например, говорить человеку, который, ну, в какой-то скорби большой, вялощему человеку говорить, любящий Бога всё содействует ко благу, когда, знаете, он просто весь, как бы, внутри потерян. Такому человеку не надо спешить такие слова говорить. То есть пищу нужно давать всегда, вовремя. То есть эти, я прочитал уже две книги, и я вижу, знаете, как в разных местах мира, знаете, люди проходят вот эту долину смерти, когда теряют своих близких, когда кто-то побыл в плену, кого-то убили на войне там, кого-то изнасиловали. То есть много таких, знаете, самых тяжелых историй. Ты просто читаешь эту книгу и платишь, платишь вместе с этими людьми. И эти книги, когда мы читаем книги, знаете, они помогают нам больше понимать Бога, больше понимать себя, больше понимать людей и вот понимать, как нам дальше, но служить людям. Еще добавлю, на меня впечатление, потому что я произвел книгу, когда Бог маленький, а человек большой. Это вообще для меня такой, ну... Да, когда люди большие, Бог маленький. Вот чудесная книга, рекомендую прочитать. Она мозги управляет хорошо. Спасибо, да. Видите, вы хотели услышать о двух книгах, получили хорошую лекцию о хороших книгах. Несколько книг назову, которые на меня повлияли. Практически все, что братья говорили, да, я тоже поддерживаю и все. И читал, и мне нравится. Ильюис, и Келлер сейчас, и Филипп Янцин, да, в свое время произвел на меня впечатление. Бог так вмешался в нашу жизнь. Помню, был 2002 год, когда мы попали в аварию с семьей. И я лежал с переломанной рукой, так как я не учиться, и прочитал всего этого Филиппа Янцин. Это было такое большое образование. Все книги, которые были. Самые первые книги, которые на меня повлияли. Вообще, я с детства любил читать, пока зрение не стало задиться. В школе перечитал всю библиотеку, и мне это нравилось. Особенно нравилось путешествие, охота и фантазия. Да, вот это три жанра. Ну, конечно, политик не любил никогда. Как про них свет стражную тюму кровожадных аллах, я писал книгу Шаленко. И эта книга на меня сильно повлияла. На принятие решения, чтобы стать миссияниром. Бог меня призвал. Через это, это вот книга, которая на меня повлияла в то время. Еще одна книга, то, что Алексей Иванович говорил, как ни странно, но тоже вот эта нормальная жизнь христианина, вотчмонни, это меня тоже вправило. И вот этот крест, и кровь, вот это вот все расставило в мое сердце. По местам. Еще было время, когда у меня был такой кризис и сложности в моей жизни и служении, и тогда я перечитал, вот Бог мне говорил, через книгу блаженного Агустина, вот исповедь блаженного Агустина. Это было что-то. Для меня это было, вот, скажем, лечение. Ну и все остальное, вот подписывайте, все вот эти хорошие книги читайте. А опасное призвание, братья, стоит прочитать. Я уже второй раз начитываю. Спасибо. Друзья, если мы хотим расти во многих вопросах, во всех вопросах, нам нужно читать. И некоторое время, по моему служению, мне приходилось очень много летать. И я когда летаю, я люблю брать не возле окна место, а возле прохода. И проходить по самолету. Я знаете, что заметил? Весь ферст класс и весь бизнес класс, они читают книги. Весь эконом класс смотрит мультики, спит или сидит в телефоне. Это, и вот так, я заметил один раз, потом второй, потом десятый. Иногда по три раза в день, у меня было три полета в день, иногда два. То есть, ну это очень-очень много, был период, когда много летал. Это статистика, большая статистика, сотен полетов. Весь бизнес класс не случайно читает книги. Весь ферст класс не случайно читает книги. Весь эконом класс не случайно смотрит мультики. Вот вы решайте, сами решайте, где вы хотите быть. И серьезно, друзья. Те, кто читают книги, они всегда будут управлять теми, кто смотрит телек. Это вторая мысль, которую я сказала. И третья мысль. Делайте для себя, выделяйте время для чтения. Если вы всю жизнь не читали, сейчас начать читать нужно только через решение. Найдите 20 минут в день, найдите полчаса в день, когда вы будете читать. Читать или, возможно, слушать, если для вас это оптимально. И просто в первом месте заставляйте себя это делать. Потом это будет уже естественно. И вы начнете расти. Не всегда книги хорошие, есть книги плохие. Поэтому советуйтесь, советуйтесь теми, кого вы уважаете. Потому что вот приходит сестра у меня, она говорит, такую книгу почитала, такую, такую, что я снимаю. Ай-яй-яй. Ну, то есть, не читайте ерунду. Читайте хорошие библейские книги, которые будут вас, с помощью которых вы будете возрастать. Очень советую делать церковную библиотеку и буквально проповедовать книги, хорошие книги. Рик Уоррен, он говорил, что мы в нашей церкви проповедуем объявления. Так вот, проповедуйте хорошие книги. И люди будут расти. У меня внук есть Илюша. Он не бывает называют пастором. Заходят в библиотеку, книг очень много там стоит. Ну что, пастор, ты все эти книги прочитал? А он говорит, я же буду пастором вместо тебя. Говорит, ты знаешь, Илюша, чтобы быть пастором, нужно прочитать все эти книги. Знаете, я вот согласен с Олегом, очень важно, знаете, уже с детского возраста ребенка привлечать к чтению каких-то книг. Пусть это спиродетский, но надо детей привлечать. Потому что если мы детей не привлечаем, к нам ходит один мужчина в церковь. Он не читает Библию, не читает Библию. По той причине, говорит, я даже не читал ни одной газетки. Ты меня заставляешь. Я не могу. Он еще не покаялся, не принял крещение. Но он никогда не читал. Скорее всего, ему детство не привлечало речь к читанию. Дякую вам. Ну, то, что вы говорите, оно очень полезное. И парады, и книжки. Это, как влияние в связи к нам людей, которых мы поважаем, они о выражении можете почитать. Тут есть вопросы. Почти забыл, что хотите. Братя, каждый был основником церкви, а есть сейчас основник. И так как мы все, почти половина тех, кто только начинает служение в новой церкви, с новой командой, то есть такие вопросы. Вчера мы слышали характеристику больше-менее хорошего керевника. И когда ты формуешь для себя команду, то не всегда ты выбираешь себе найкраще, что можно. Кто долучился к тебе, кто в тебе есть. И не всегда они лидеры для тебя. Но, может, они думают, что они лидеры. Так, может быть так. И вот, бывали такие моменты, когда ты сам от себя ожидаешь результат. От тебя команда ожидает результат. Как от пастора. Где же результат? Результат, два результата потребуют. И ты подпадаешь, под вплив команды, и под свои результаты, и ты начинаешь хвататься за все служения, которые десь делают. И пробуешь, а может, в тебе что-то выйдет. И бачишь, что або ничего не вышло, або никакого результата не имеется. И вопрос в чем? Чи это руководство неправильное? Чи вы говорили больше про такой, я б бачу, до бизнеса можно больше сказать, цю характеристику. А где благодать тогда? Как благодать працюет тогда, я не пойму. От скажите, благодать, она працюет через керевников, которые не имеют каких-то идеальных характеристик служителей. И, например, Петра того же самого. Чому Христос Петра выбрав? Він же не был идеальным. Тобто на нем благодать что-то сработало? Как насчет благодати вообще? Чи только на себе надо рассчитывать? На свои качества, характеристики в этом? Будь ласка. Ну, напевно, мне нужно начать, потому что я так понимаю. Чуете, как у меня сегодня голос низкий? Вчера голосовые связки. Вы працювалися, но, извините. Мені иногда задают таке питание, что, чи взагалі потрібно нам навчатися, чи читати книги, если сказано, что Дух Святий, но он и так скажет, что нужно делать. Я обычно отвечаю так. Мы учимся на семинарах не для того, чтобы заменить Духа Святого, а чтобы помогать людям не заважать Духу Святого. Для того, чтобы понимать, где мы проявляем наши людские качества, и не слышим Духа Святого, как он направляется, и что он хочет сделать. Я думаю, что вы задали целый ряд вопросов, напевно, не одно вопрос. Чи действует благодать? Так, благодать действует. И когда мы говорим про команду, то это команда служителей, это не команда прихожан. Я боюсь, что мы не совсем понимаем, что я говорю, и трое-чем смешиваю. Я бы очень не рекомендовал кому-то идти на служение и идти с кем попало. Ну, так не робил ни Христос, так не робили ни апостоли. Они завжди брали в свою миссионерскую подружь людину, в которой они доверяли, с которой они разделяли думки. А, конечно, те, кто пришли на вашу беседу, те, кто пришли на вас, это кого не за четыре, и пришли. И это не значит, что вы с ними в этом повинні погоджуватись, это не значит, что вы с ними решения какие-то повинні принимать. Вы им повинні Евангію с ними делиться. Вы молитесь Богу, доверяете Божией благодаті и працюете с этими людьми. Вы делаете, что можно из вашего боку, все остальное сделает Господь. Поэтому, мне кажется, что здесь можно как-то смешать один с другим. А относительно всех, как бы, порад, то я вернув вашу увагу, что идеального керевника немає. Это была одна из моих заявок. Правда, мне соберечилось в залу, что есть, он біля меня сидит. Вот есть сестра, которая сказала, что в их церкви так и есть. Но я особо сказал, что идеального керевника немає. Почему? И важно, что мы работаем с другими братами и сестрами, которые верят, потому что они дополняют нас. Вот. Тому, подкреслюю, что когда мы идем на служение, я особисто не рекомендувал бы идти, с кем попало. И Слово Божие говорит, что двое не пидут, если они не договорятся. И иногда бывает, как у Павла с Варналою, даже по дороге возникают какие-то вопросы, что люди не могут идти разом. Поэтому в служении желательно, чтобы порядка с вами, ваши люди, с которыми вы научаете, с которыми вы работаете, здесь, это должны быть те, с которыми вы в одном дусе работаете. Вот. А те люди, которые вокруг нас, так, там будет работать Божья благодать. Вы работаете, что возможно. Друзья, если вы швидко ответите, то у нас есть еще какое-то вопрос. Да, еще просто ответить для Юрия Николаевича. Да, здесь вопрос, что мы считаем результатом. Потому что это тоже может быть в плену каких-то там, каких-то особенностей или, как я слово забыл правильно, стереотипом, да, что вот эти сотни или тысячи людей, например, да. А часто Бог использует нас, там, год, два или несколько в истории основания церквей. Когда формируется команда из пришедших, это у меня так было, и роста, если это считать результатом, как такового нет. И люди формируются, формируются, и после этого раз и пошел рост. Но это так история говорит. Поэтому я знаю, что есть миссии, которые посылают миссионеров у тех вообще ни одного обращенного. Они проповедуют, а те слушают и уходят. Как их поддерживали, потом, не знаю, эти миссии. Это американцы рассказывали. А потом его сын, это был фрист, его фамилия и имя забыл. Вот. И потом его сын, который вырос на миссионерском поле, вот среди каких-то этих племен, говорит, мы уже стали проповедовать после отца многих лет служения. И, говорит, люди толпами пошли, и вот эти полуголые люди стали христианами. Ну, это такая история. Так что, что мы считаем результатом? Вот здесь он очень важен. Ну, я так думаю. Парни. Однажды, проходя по городу, наткнулся на рекламный щит большой такой. И там написано было, курите сигареты, которые курят с пержами. После этого он был все курить. Вы знаете, вот, ну, лидер, лидер, пастор церкви, и его задача, задача, чтобы он отображал Христа. И чтобы вот это отображение отразилось в его учениках, в его семье, в детях, в его окружении. И тот пастор, который, ну, надеется на благодать, и ничего не делает. Благодать – это то, это то, что нам Бог дает делать. Он сам мог спасать людей без нашей участи. Верю, это дело бы совершенное, и быстро, и хорошо. Но он наш для сего круглёк. Чтобы мы стали его, в его ряды, да? Это богодать. Он даёт возможность мне спасать людей. Это привилегия. Поэтому относитесь к этому серьёзно. Проклят тот, кто делает дело Божье, непрежно. Я добавлю, что Юрий Николаевич, я скажу так, что то, что ты уже есть как служитель, это уже есть результат. Это уже результат. Второй момент. То, что возле тебя есть тоже команда, которая вместе с тобой, это уже есть результат. То, что есть люди, которые пришли, которые принимают Христа, принимают крещение, это уже есть результат. То есть, если ты видишь рост твоей команды, люди приходят ко Христу, вот, люди тянутся ко Христу, они искренне ищут Бога, то апостол Варнава, Варнава называет, я пришёл и увидел Божью Богодать. Уже всё сказали, но не все говорили. Давай дальше. Так, у нас было огромное запитание «Постанье, а постанье?» А потом перерыв. Есть такая успеха у служителей, ну, у всех верующих людей, когда он имеет академические знания. Вот мы вчера, вчера слушали Алексея Ивановича про темперамент, про дары, про здебности. И когда есть такая успеха технично решить проблему, и ты понимаешь, что ты не только академические знания маешь, что ты ещё духовная людина, как сопоставить академические знания, темперамент и духовная воля Божия? Вы знаете, колись я почув такий вислов, напевно, какая-то учена людина это сказала. Знания приводить нас до Бога, півзнания віддаляй людей від Бога. В радянские часы дуже часто говорили, что наука довела, наука довела, что вы там вирите, и так далее. Когда мы больше познайомимся, сколько ученых людей в свете верят в Бога, то больше тих, которые верят, чем тих, которые не верят. То есть, знания справедливые, если они приводят людину до упокорения, до смирения сердца, то есть, потому что ты видишь, сколько... Ну, вот, тут дошка десь есть, я сейчас использую дошку, чтобы... Вот, например, чтобы объяснить эту идею, вот, уявите себе, что это объем знаний, который человек получил, вот этот круг, а это за межами этого круга, это то, чего она не знает, вот этого она не знает, так? Вот этого она не знает, а вот это она знает. А теперь она увеличила свои знания, и она уже знает, сколько. А теперь она еще увеличила свои знания, а поделиться, насколько увеличилось это, чего она еще не знает. Потому что каждое знание, которое мы, люди, достигаем, приводит нас до какой-то границы, и мы знаем, а со своей границей я не знаю. Поэтому я не знаю, как кто, но для меня Збільшение знаний приходит до того, что я освязываю Слушай, такое выражение, что я вообще ничего не знаю, Господи И через это Господь, я думаю, что тут вот так нужно сделать, а ты что скажешь? Хорошее знание, оно не делает человек гордой Хорошее знание, ну, показывает больше рисков Больше того, чего не знаешь И это всегда вызвать для того, чтобы просить Божию помощь И, как написано в Слове Божемо, не покладайся на розум свій Не сказано, что не використовуй свій розум Ведь некоторые это так считают, что Ну, значит, то нет, не знаю, не треба, не розуму не треба Ні, Слово Божье не говорит, что ты використовуй свій розум Но не покладайся на него, знай, что он не может решить все проблемы Чому ты научился? Что розумно написано? Что такие числа? Что правило? Что доброте тебе похвала? Думаешь? Господи, у меня такие думки, я хочу так діяти, а теперь покладаю перед тобой, ты благословляешь? И Иосиф Иосифову, что ты говоришь? И Иосифову, как Моисею, что ты кличешь до меня? Протягуй женство и вперед Хочу згадувати вас в молитві, что мне дала ця конференция, спілкувание с вами Я больше и больше усвідомлю, в какой ситуации вы сейчас живете, какие вызовы перед вами стоят Звичайно, кто сейчас заходится за межами Украины, еще далеко от фронта, он и близко не понимает, что тут происходит Я тут, конечно, и войну встретил, я был в Украине, когда война началась И в вересне был и в Харькове, и в Запорежье Но спілкувание с вами еще больше мне показывает, насколько нам нужно, тем, кто не здесь, вас на руках молитвы поддержать Так что мы будем с вами Давайте сделаем вместе фото с советом Здесь Совет Ассоциации Пожалуйста, Алексей Иванович, ты в центре И будь ласка, сделайте фото у нас, братья Артем Артем